Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Калифория Куда еду? Еду домой Привет, привет, привет На самом деле, подустал Бля, по ночам работать, это, конечно, дичь Вот вроде бы, казалось бы, пати, но энергии вообще не остается Загруженный был день Да, устал Привет, Москва Чтобы вы понимали, я, так скажем, днем работаю и подрабатываю ночью Много не платят, но в любом случае, вот сегодня я был на тусовке в клубе Вот Платят Платят деньги За то, чтобы ты пришел, покрасовался Ну, типа, моделям платят в Китае в некоторых клубах бабки за то, что мы здесь кусаемся Ну, что-то я, это, подустал прям Не выдержал немного, решил домой поехать У тебя синяки под глазами Ребят, нужно бабки зарабатывать Я Я здесь для того, чтобы зарабатывать бабки Вот И для меня первоначальная цель стоит, наверное, в том, чтобы выполнить свои цели, какие-то свои обязанности И Благополучно вернуться на родину, что ли Леш, помоги с работой Очень Слушайте, ну, ребят, я вам так скажу Я могу помочь только девушкам С работой и парням-моделям, у которых есть уже портфолио, которые прилично выглядят Если вы внешне и телом, и лицом так себе, ну, тогда поработайте над собой, а после ко мне обращайтесь Потому что помогать обычным ребятам, которые ни в себя не вложили, никуда, ну, какой мне смысл? В этом никакого смысла нет, вы никому не нужны, вы никому не интересны В Китае огромная конкуренция, здесь со всего мира слетаются парни, девушки, у которых наработанное портфолио и тому подобное Здоровье важнее соглася Здоровье важнее, спасибо большое, я хорошо, но сейчас я пойду к себе, потому что я немного поздравляю Я надеюсь, что я пойду к гиму, делать какие-то кардио, делать какие-то соревнования, делать какие-то соревнования Так, ты годами, так можешь зарабатывать, таки на Донблай сидят, блядь Да, реально, Леша, ты очень необычный, ой, ну спасибо, спасибо Возраст Куда путь держишь? Домой еду Так, если ты лицон так же, как будто знатный простылок, когда смотрится и без слов Ну, братан, иди просто нахуй с моего эфира, все, что тебе могу сказать Девушка, посмотри, что нужно исправить и чем поработать Напиши мне, пожалуйста, в Директ, я тебе все скажу Привет, мне скажи, пожалуйста, хорошее заведение в Минске Какие заведения вас интересуют? Как смотришь на отношения с большой разницей в возрасте? Мне 46, а парня 28 Все зависит от того, на чем строятся ваши отношения В принципе, по сути, мне кажется, что такие отношения имеют свою структуру и, в принципе, имеют право на жизнь Но все зависит от того, как вы подходите друг к другу Какие у вас фундаментальные понимания семьи, в отношениях Потому что это очень важно В аренду машину взял? Нет, у меня такси Секс, что секс? Можно узнать, что секс? Что значит секс? Кафе, где можно вкусно покушать и отдохнуть Я вам не подскажу кафе, потому что я особо не гуляю по кафе Я когда приезжаю в Минске, я готовлю дома сам Да, Леша, привет, здесь столько достаточно, спасибо и вам Очень приятно Леша, кому молодец, спасибо, твои родители, спасибо Ой, очень приятно, спасибо, да И моей мамочке спасибо Отцу спасибо за воспитание Мне кажется, что я достойный И, кстати, вчера мне сестра скинула по хиромантии такую тему Она взяла мои руки, она занимается хиромантией очень давно Кто не знает, это гадание по рукам Дерматоглифика, это по отпечаткам пальцев И отпечатков, то есть у каждого человека есть своя структура кожи Судя бы, мне сестра сказала, что я однолюб И что я могу всю жизнь любить одного человека Таких людей не так много, но они есть Другое дело, что не всегда мы находим такого человека Ну и, короче, такие люди, как я, могут там Подвержены страданиям, так скажем, душевным Это есть наша слабость Но по рукам я однолюб И вполне себе я, как бы так скажем Могу любить одну женщину всю жизнь Приятно Я всегда об этом знал Всегда об этом догадывался Так Так, так, так Можно ли стать моделью в Китае, если младше 18 лет? Да, если вы работаете в агентстве Взял бы замуж 18-летнюю Что за чушь? Ну, я на твой вопрос не буду отвечать Я похож на маму или на папу Я похож на дедушку В каком районе квартира у тебя? Огрушевка Возле метро Мама гордится? Да, я надеюсь, что гордится Беларусь? Да Здрасте, здрасте, привет Простите за мой внешний вид Немножко устал Сегодня съемки были Потом у меня был зал Я сегодня, кстати, когда делал медитацию Я уснул, представляете? Я делал медитацию при мантре В 545 Гц И меня вырубило на полчаса Вот так Веришь в астрологию Таро? Честно 50 на 50 Я как-то, знаете Вроде и верю А вроде и не верю Непонятно Леша Да хорошо, спасибо Гадание веришь? Немножко верю, да Мне как-то гадалка нагадала Что я улечу В далекую страну И все Мои на тот момент Желания сбудутся Так и случилось После этого я стал верить в гадание Это был Так Гордиться кем? Сутенером? О, меньше злости Меньше зависти Ко-ко-ко 3749 Никогда сутенером не был И не буду А то, что Некоторые люди Обращаются ко мне за помощью И хотят уехать Работать за границу Ну, извините Я не прочь заработать деньги Как и не прочь Помочь людям Немножко изменить свою жизнь Люди зарабатывают 200-300 долларов Горбатись, блядь На своей работе С утра до ночи А здесь Они приедут Они будут Тусоваться Отдыхать И при этом Зарабатывать Вот тысячи долларов Если вы называете это Сутенерством Да Обтыюй, как говорится Вы можете Обзавидоваться Обосраться Там, я не знаю Обплюваться Своей желчью От этого Ваша жизнь Лучше не станет И если вы хотите Поливать меня грязью И называть меня Сутенером Ну, ваше дело Как бы так Так Башкирия Привет 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 Краснота Так Мораль А мораль в чем? Я ничего плохого Никогда не совершал Слушайте Ребятки Пересмотрите Телепроект Дом 2 Я пробыл На проекте Целый год Я ничего Себе Как я считаю Аморального Не позволял Я вел себя достойно Я всегда отставил Свою точку зрения И И как бы меня там На проекте Не пытались выставить Каким-то Самовлюбленным Мерзавцем Мне кажется Что люди Адекватные Понимают Что 24 на 7 Когда снимаешь Вырезают Определенные Минуты И я Как вел себя достойно Так и веду И моим родителям За меня не стыдно Потому что Я ни разу Не опорочен Ни честь семьи Ничего подобного Поэтому Всем вам Умникам Нереально Крутым Которые Ебать Как достигли Каких успехов В жизни Просто Люди Которые чего-то достигли Они во-первых Не тратят эфиры И свое время На то Чтобы следить За такими Как я Якобы Плохими людьми Поэтому давайте Больше доброты Следите больше За собой Не нужно Лезть В чужие жизни И Кого-то там хаять Не зная меня лично И не видя то Как я живу И как я себя веду Вот и все Здравствуйте Привет 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 Спасибо Спасибо Я не жалею Что прошел проект Это опыт Привет 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 Смоленск Как всегда Злой Я как всегда Объективный Ты самый достойный Был на телепроекте Очень воспитанный Красивый Говорил Хорошие поступки Делал Согласен Спасибо большое Приятно У меня сейчас Ночь Алексей не обрадует Сколько людей Столько мне Не будет захлебнуться Я просто таким Людям Я не понимаю Зачем они Вообще За мной сидят И зачем Они что-то Комментируют Я человеку Не нравлюсь Просто Можно за мной Не следить А тем более Не высказывать Своё Субъективное мнение Мне Мне оно не интересно Я вас об этом мнении Не спрашивал Поэтому Давайте До свидания Еду домой Я устал Лёша Можешь посоветовать Хороший мужской парфюм И нить Сайд эффект Я бы ещё посоветовал Аджмал Серию Амбер вуд Очень хорошая Ещё мне нравится Армани Приват Вот Такой В бирюзовом цвете Я не могу вам вспомнить название Алексей Здравствуйте Здравствуйте Напишите мне Про конс В личку Я не буду здесь Об этом говорить Я начал карьеру В 18 лет Кстати В семье Двое Лёша Пьёшь спиртное Иногда выпиваю Кушать будешь Я хочу пить Я очень устал Я измучен Вообще Еду Но Я всё ближе К цели Ближе 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 К цели И всё сделаю Мотивация Полная штаны Как похудеть Как похудеть за месяц На КГ-5 Каждый день бегать Главное признание В жизни Это стать достойным Хорошим человеком Твои Родители Могут Годиться Таким Всевремен Спасибо Алексей Очень отличный В этом Трудоголик Спасибо Очень приятно Очень приятно Да Жарко Что за цель Что за цель Это Завершить ремонт Своей квартире Сделать дизайнерский ремонт Как я его вижу Это Мой проект Мой личный проект Который я Всегда Так скажем Стремился выполнить Но к сожалению Потому что я был на проекте Был в Америке Квартира достраивалась Какие-то финансовые были затруднения Потому что я жил в Москве А там это всё Мне дорого обходилось Конечно Вот Я не мог этого сделать А сейчас Я уже на финишной прямой Поэтому я Счастлив И вот Зарабатывающие деньги Чтобы это всё воплотить У тебя папа Огонечка И большинство Умора Спасибо Я По знаку Зодиака Баталей Такси в Китае Примерно столько 46 лет Не возьмут на проект Да и вообще Это странно Когда люди В 46 лет Хотят на проект Квартира в Минске Да Ребятки Про личную жизнь Вы меня не спрашивайте Я много раз Уже говорил Что я не буду С вами обсуждать Свою личную жизнь Я думаю Она вас не касается Как и меня Не касается Ваша личная жизнь Я думаю Что вы должны Как минимум Иметь какую-то Что ли Воспитанность Да Скоординацию И понимание Что личная жизнь Она не должна Обсуждаться С незнакомыми людьми Вы мне никто Как-то так Поэтому Поэтому С вами обсуждать Я могу это обсуждать Только с очень близкими людьми И то я вам честно скажу Что в последнее время Даже с своими близкими людьми Ничем не делюсь И не обсуждаю Потому что Это все касаемо Только меня И И все Больше никого Это не касается Поэтому Попрошу вас Не задавать Таких вопросов Люблю свою работу Да На китайском Говорю совсем чуть-чуть Когда постареешь Леток 50 И больше Чем зарабатывать на жизнь Ребята Вы долбоебы Вот честно вам скажу Вы Ебаные долбоебы Вот больше вам нечего сказать У меня несколько видов дохода Моделинг Он кстати Существует И после 50 лет Если вы не знали Это очень странно Когда мне люди Пишут про моделинг Это люди Не обремененные интеллектом И очень Вот глупые Реально Мне кажется Что вы зарабатываете Максимум 500 долларов Потому что Если вы зарабатывали больше Вы бы просто Подобную чушь не писали Люди Которые зарабатывают Нормальные деньги Они в принципе Интеллектуально одаренные И они могут мыслить Немножко Шире Чем мыслит Узкая прослойка Населения Которая Максимально что может Это ходить Как робот на работу Блядь За 300 долларов Работать С утра до ночи И потом приходить домой Смотреть на других И думать Ебать А как это он зарабатывает Косарь А как он 5 тысяч долларов А как он 10 тысяч А как миллион Такие люди Пытаются себя оправдать Поэтому идите нахуй Скажу вам честно Вы меня реально раздражаете Потому что вы безмозглые тупицы И в вашей жизни Ничего не прояснится Пока вы не Включите свои мозги Поэтому Давай до свидания Молодой человек Или молодая Мэлледи Или престарелая дама Я не знаю Все Мне больше вам нечего сказать Так Самый близкий человек Это твои родители И жена И все Самые близкие люди Да Согласен Это твоя семья Почему ты такой агрессивный Потому что вы тупые Ёбаные долбоеба Ну реально Так Люди настолько Обленились с работой Что лежат на диване Особняки Име текучую Блаву Относишь Ащут половину людей Потому что дебилы Какая следующая цель Я вам не расскажу Так У меня все нормально Не переживайте Привет Просто Я говорю людям в цвет Людям просто не нравится Когда им Их в жопу не целуют И не дуют Людям нравится Когда с ними соглашаются А когда не соглашаются То ты сразу плохой Ребят Зачем так оскорблять Мне кажется Что люди Когда пишут Подобные мнения Да Оскорбляют меня И мою И мою работу А если люди Оскорбляют то Что я люблю Я не уважаю этих людей Поэтому я с ними Разговариваю На их языке Вот Вот и все Я уважаю людей Которые уважают меня Если люди Меня не уважают Я не уважаю этих людей Все очень просто Поэтому Если вам что-то не нравится Пошли нахуй Из моего эфира И не нужно мне писать Тут понимаете Вы просто можете Молча Быть из эфира И не тратить Свое И мое время Я думаю Что это честно Нет Вот и все Я говорю Только про тех людей Которые мне Такие вещи пишут Наверное Отписываюсь А еще мне нравятся Люди Которые Отписываются Вы можете молча Отписаться Мне об этом не нужно Говорить Я по вам страдать Не буду А Отписываюсь Отписываюсь Да Почему Все ребятки Давайте Я вам Мне нужно Таксиста заплатить Спасибо заher Спасибо за субтитры DimaTorzok Продолжение следует...